В посёлке Химинститут джип под управлением 37-летнего водителя сбил ребёнка на велосипеде. Четырёхлетний мальчик выехал на проезжую часть. Водитель иномарки не ожидал встретить на дороге маленького велосипедиста. По всей видимости, ребёнок находился на улице без присмотра взрослых. Пострадавшего доставили в детскую областную больницу. В Заворском районном суде подходит к завершению судебный процесс над московскими предпринимателями Ильёй Аверьяновым и Александром Гречухиным. Они обвиняются в мошенничестве по приобретению права собственности на земельные участки в Конаковском районе Тверской области. Вы признаёте своё вино? Не признаёте? А вы? Нет, конечно. А почему конечно? Вы знаете, давайте суд вынесет правильное решение, да? Наконец-то. По версии следствия, в период с 2013 по 2016 годы Аверьянов и Гречухин поделали документы одного из СНТ в районе посёлка Реткино, мошеннически оформив на себя своих родственников и подставных лиц право собственности на земельные участки, достоверно зная о том, что эта земля подлежит изъятию для государственных нужд в связи со строительством автодороги М-11. Из-за неё положена денежная компенсация. Афёру раскрыли тверские сотрудники ФСБ. Свою причастность к незаконным манипуляциям землёй фигуранты не признают. Хотя следствием собрано достаточно доказательств для обвинительного приговора. Подсудимым грозит до 10 лет лишения свободы. Мы следим за ходом событий.